Всероссийский форум развития малых городов и исторических поселений прошел во Владивостоке. Около тысячи человек участвовали на мероприятии и обсуждали вопросы благоустройства, градостроительной политики и социально-экономического развития малых городов. Один из участников во время встречи с главой Владивостока Константином Шестаковым подарил городу умную остановку и современные модули для сбора твердых бытовых отходов. Нам очень понравился ваш город, очень понравилось руководство города. Мы решили подарить остановочный комплекс и модули для сбора твердых бытовых отходов. Почему мы выбрали такую экспозицию? Потому что на самом деле это жизненный цикл человека. Мы ежедневно стоим на остановочных комплексах, сидим на лавочках, ходим по освещенным улицам, также освещение мы представляем, которое мы производим, и выбрасываем мусор. Поэтому это как бы и есть та среда, которая должна быть комфортна для жизни человека ежедневно. На выставке представили и современные решения в области создания цифровой инфраструктуры. Представители компаний показали, как можно использовать умные датчики при управлении городом. Контроль подтоплений, контроль вибраций, контроль утечек газа, контроль температуры, микроклимата. Соответственно, могут размещаться в агрессивных средах, в чердаках, подвалах, сложных производствах, вплоть до, например, удаленных промышленных объектов, где люди не появляются в течение нескольких лет. На мероприятии Владивостокская компания продемонстрировала пластиковую панель, способную поглощать звук в городе. Такое ограждение можно применять на разных объектах. Например, во Владивостоке уже они используются на некоторых строительных участках. Некоторые объекты, некоторые застройщики выбрали эту систему защиты от шума. На таких объектах, как Элеменс, на Красном Знамени сейчас установлена такая шумозащита, которая защищает близлежащий дом от негативных последствий, от вибрации, от пыли и от звуковых эффектов, которые создает строительная техника. В этом году на Всероссийский конкурс подано 496 заявок, 16 из них из Приморья. По итогам конкурса выберут 195 проектов, которые будут реализованы в 2024-2025 годах. Отметим, форум организован Минстроем Российской Федерации при поддержке правительства Приморского края, администрации Владивостока и Института развития Дом.РФ. Сергей Чал и Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.